Новый год – особый праздник, которого ждут все без исключения – и взрослые, и дети. Новый год приносит смех, добро и счастье. В конце ноября национальное телевидение «Чуваши и Чувашьень» совместно с Управлением культуры администрации города Чубаксары объявили конкурс поделок «Волшебная елка». Мы надеялись, что среди маленьких зрителей найдутся те, кто поможет украсить новогоднюю гостью. И не ошиблись. Это самая добрая и яркая акция. И мы рады вместе с вами вспомнить, как все это было. Уже сейчас в студии национального телевидения царит новогоднее настроение. Здесь собираются работы участников конкурса «Волшебная елка». Каждый день в редакцию национального телевидения приносят новые работы, сделанные своими руками. Здесь уже появились елки, ангелы, символ года, снеговик, снежинки, гирлянды. У вас еще есть время принять участие в конкурсе «Волшебная елка». Все работы мы принимаем до 18 декабря на национальном телевидении. По адресу проспект Ленина, 15, здание национальной библиотеки. Все работы будут выставлены в галереи Дворца детского и юношеского творчества. Лучшие игрушки и поделки украсят городскую елку. Авторы лучших работ получат билеты на новогоднее представление и много других подарков от партнеров акции. Новый год – это всегда ожидание чудес как для детей, так и для взрослых. Вот я, например, верю, что Новый год принесет только лучшее. Я знаю точно, что если верить мечтой и обязательно добиваться ее, то все сбудется. Ребятам я желаю новогоднего вдохновения и победы в конкурсе. А наша компания приготовила подарки за самые интересные, на наш взгляд, красивые поделки. А также мы поздравляем всех жителей и гостей республики с наступающим Новым годом. Желаем всем счастья, любви, здоровья и удачи. Проявляйте свое творчество, фантазию, а я вам желаю победы в конкурсе. К середине декабря в студии национального телевидения стало столько игрушек, что пришлось переселить их во дворец детского и юношеского творчества. Разместить все поделки оказалось непростой задачей. Очень быстро свободного места не осталось и на елке. А конкурсные работы все прибывали и прибывали. Конкурс «Волшебная елка» подходит к концу. Все игрушки заняли свои места во дворце детского и юношеского творчества. Сюда может прийти любой желающий и увидеть все своими глазами. Здесь появился поистине сказочный лес. А наша елка самая волшебная. Впереди подведение итогов и торжественное награждение победителей 22 декабря на Красной площади. Ждем всех на праздник. Напомню, что победители получат билеты на новогоднюю елку во дворец детского и юношеского творчества и подарки от партнеров акции. Компания «Ваши окна» приняла участие в акции «Волшебная елка» с целью поддержать творчески одаренных детей и помочь им самореализоваться. Новый год – это волшебный праздник, где все дети ждут волшебства и исполнения своих самых заветных желаний. На конкурс было представлено множество поделок. Все они замечательны, красивы, но есть и те, которые достойны отдельного внимания и заслуживают наград. Компания «Ваши окна» с удовольствием примет участие в церемонии награждения. Мы будем очень рады, что у кого-то из детей исполнится их заветное желание. С 19 по 21 декабря началось подведение итогов, и уже тут жюри пришлось поломать головы. Как выбрать лучшие работы из огромного количества прекрасных, ярких, оригинальных игрушек оказалось очень сложно. Нам понравились все. Но конкурс есть конкурс. После долгих споров победители определились. 22 декабря для всех жителей и гостей республики на Красной площади развернулся сказочный бульвар. Чудеса здесь поджидали горожан на каждом шагу. Уроки от мастеров фигурного катания, необычное шоу от повелителей огня и долгожданная встреча с самым настоящим Дедом Морозом. 20-ти градусные морозы не испугали горожан. Главных героев этого вечера на Красной площади встретили несколько сотен человек. Один взмах волшебного посоха и вечернее небо на Чувашской столице озаряют фейерверки. Яркую палитру новогоднего торжества дополняли громкие овации гостей. У самой нарядной елки столицы взрослые дети встали в один большой хоровод. Песня, конечно же, новогодняя. Слова и мотивы знакомы всем с детства. Не подпевать им просто невозможно. На Красной площади в этот день работало более 10 творческих площадок. На одной из них лучшие фигуристы города учили горожан танцевать прямо на льду в вальсы танго. По-настоящему жаркое шоу устроили для гостей мастера огненной стихии. Горящие факелы – фишка виртуозных трюков. За этими номерами чебоксарцы наблюдали с неподдельным удивлением. Сказочный бульвар был полон чудес. В этот вечер распахнула свои двери резиденция Деда Мороза. Главный волшебник встретил первых маленьких гостей. Мешок с подарками для детей пустел на глазах. По традиции доставались они только тем, кто прочитает стих или споет песню. Из лесу елочку взяли мы домой. Молодец, следующий. Резиденция в этом году стала просторнее. За раз она может принять более 30 человек. Каждый здесь может загадать свое заветное желание. Оно исполнится, обещают здесь. Достаточно только сесть на волшебный сундук. В этот же сказочный день на Красной площади подвели итоги конкурса «Волшебная елка». За месяц его участники буквально завалили нашу редакцию оригинальными подарками. Было прислано огромное количество работ. Выбрать лучших было непросто. Каждая игрушка достойна похвалы. Главную елку украсили снеговики. Символы будущего года – змеи, гирлянды, фигурки ангелов. Все это было сделано руками детей. Фантазии участникам не занимать. На суд членов жюри присылали поделки из бисера, ткани, пластиковых бутылок и даже макарон. Я связала елочку, крючком связала елку и сделала в виде кружки. Я увлекаюсь к знаниям и там участвовала в препятствии по технологии. В итоге выбрали более 30 победителей. Подарки им вручали в самых разных номинациях. К примеру, самыми активными участниками стали воспитанники детского сада номер 24. Лучших награждали партнеры акции – компания «Ваши окна», магазин сантехники «Ванна в доме», стоматологическая клиника «Лидер Дент», салон-магазин «Барыня», медицинский центр «Берегиня» и генеральный партнер акции – компания «Ядрин молоко». Сотворить чудо для всех участников акции «Волшебная елка» нашему телеканалу помогли самые настоящие волшебники. Генеральный спонсор проекта – компания «Ядрин молоко» учредила свои призы в разных номинациях. 12 ребят решили поощрить приятными и вкусными призами. Среди победителей было много детсадовцев. Именно они изготовили самые необычные подделки. Самое главное, вот наша классная руководительница, вот ребенка Елена Вадимовна Добрынина, она такая очень активная у нее жизненная позиция, организовала всех детей, объявила их в этом конкурсе, и она вот отправила к вам наши подделки, весь класс участвовал. Мы оказались вот в числе призеров. В компании «Ядрин молоко» отмечают, что такие акции необходимо проводить чаще. Дети, наше будущее говорят здесь, и в это будущее необходимо вкладывать как можно больше. Только тогда оно начнет приносить свои плоды. Часто подобные социальные проекты устраивают и в самой молочной компании. Компания «Ядрин молоко» не может не пропустить такой праздник. Компания «Ядрин молоко» ежегодно проводит различные мероприятия. Одним из главных мероприятий ежегодно у нас является май месяц «Милосердие», где мы детям из детских домов делаем праздник, в котором участвует более тысячи человек, тысячу детей. Сегодня, в этот новогодний вечер, мы тоже не смогли пропустить и вручили детям новогодний, так сказать, праздник, свои новогодние подарки. Кроме приятных сюрпризов, победители в главных номинациях получили приглашение на новогоднюю елку во Дворце детского и юношеского творчества. В номинации «Лучшая елочная игрушка» победили Милютина Виктория, 4 года, детский сад номер 24, Алексеев Ростик, 6 лет, детский садик номер 168, Каюрина Кристина, 8 лет, среднеобразовательная школа номер 56. Зимняя фантазия, Васильев Костя, 4 года, детский садик номер 147, Турсу Налиева Айдана, 5 лет, детский садик номер 132, Николаева Наталья, 9 лет, среднеобразовательная школа номер 2. Номинация «Самая национальная игрушка» Петрова Лиза, 5 лет, детский садик номер 30, Кольцов Андрей, 8 лет, Батыревский район, село Тарханы, Федорова Мария, 12 лет, дворец детского и юношеского творчества. Номинация «Символ года» Чиркин Даниил, 5 лет, детский садик номер 24, Никифорова Виктория, 6 лет, детский садик номер 46, Алексеев Даниил, 8 лет, среднеобразовательная школа номер 56. Дополнительные номинации «Самый красивый Дед Мороз» Бонифатьева Мария, 8 лет, коррекционная школа «Надежда». Номинация «Самая красивая снегурочка» Скворцов Иван, 7 лет, среднеобразовательная школа номер 40. Номинация «Самый красивый снеговик» Матвеева Александра, 6 лет, детский садик номер 24 и Николаев Георгий, 11 лет, среднеобразовательная школа номер 22. Номинация «Самая красивая елка» Мешков Давид, 5 лет, детское образовательное учреждение номер 64, Яковлева Юля, 6 лет, детский садик номер 147. Краснова Полина, 6 лет, детский садик номер 126. Угольников Евгений, 8 лет, среднеобразовательная школа номер 12. Бородулина Юлия, 10 лет, детский садик номер 3, Надежда. Погорелова Евгения, 14 лет, среднеобразовательная школа номер 38. Номинация «Новогодние зверюшки» Хлебников Антон, детский садик номер 101. И Николаева Катя, 8 лет, среднеобразовательная школа номер 56. Номинация «Новогодний домик» Прокопьева Наташа, 3 года, детский садик номер 168. Номинация «Зимние цветы» Афанасьева Яна, 7 лет, среднеобразовательная школа номер 24. Номинация «Елочные шарики» Новикова Арина, 5 лет, Карамышевская среднеобразовательная школа Козловского района, Шалаевы Саша и Соня, 7 лет, среднеобразовательная школа номер 40. Дмитриева Екатерина, 8 лет, среднеобразовательная школа номер 59. Номинация «Новогодний ангел» Яковлева Аня, 7 лет, Волшебные сани, многодетная семья Воронинах, Воронин Юрий, 6 класс, кадетская школа, Воронина Вера, 8 класс, кадетская школа и Воронин Иван, 8 класс, среднеобразовательная школа номер 59. Новый год – один из самых любимых праздников. Мы вместе наряжаем елки, дарим подарки. И мне хотелось бы поздравить жителей и гостей нашей республики с наступающим Новым годом. И пожелать, чтобы этот праздник вы встретили в кругу близких и любящих вас людей. И чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно. С Новым годом! С Новым годом! Компания «Ядрин молоко» поздравляет всех с Новым годом! Желает здоровья, счастья и веселья! Пусть Новый год принесет много доброго и хорошего в ваш дом! «Ядрин молоко» – традиция, качество! Если вы улыбку всем дарить хотите, и при этом слышать яркий комплимент, к профессионалам нашим загляните, и улыбкой наградит вас доктор Лидер Дент. Стоматологическая клиника «Лидер Дент». «Какое небо голубое! Какая зеленая трава! Какие яркие цветы!» Подарите своему ребенку отличное зрение с медицинским центром «Берегиня». Диагностика и лечение близорукости, амблиопия, косоглазия. Медицинский центр «Берегиня». Улица Волкова, 4. Телефон 522-432. Очки мне больше не нужны! «Окна Винтек» от компании «Ваши окна». Морозостойкий, экологичный, не пропускающий шум и сберегающий тепло оконные системы «Винтек». Одно из лучших соотношений цена-качество. Продукция европейского концерна. Рекомендованы для установки в детских и медицинских учреждениях «Окна Винтек» детям и взрослым. Компания «Ванна в доме» приглашает вас в новый специализированный магазин «Сантехники» с расширенным ассортиментом одного из крупнейших российских производителей фабрики «Акванет». Цены от производителя. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Складская программа. При совершении комплексной покупки предоставляются индивидуальные условия. «Ванна в доме». Московский проспект 40-Б. Телефон 488-722. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова